Привет из сессионного зала. Смотрите, о чем хочу сегодня вам рассказать. Давайте поговорим о таком Толике Шарие. Есть такой блогер и деятель, который очень любит русский мир, но сам сидит в странах НАТО давно, и оттуда рассказывает всякие глупости. И сейчас я хочу вам рассказать и показать его настоящее лицо, потому что он всем рассказывает, что он такой борец, и за правду правдоруб, любит правду. На самом деле абсолютно продажное вообще ничтожество, которое вот этим всем занимается, и просто морочит голову людям, а у него довольно большая аудитория, и люди вон даже голосуют за него. Мы видели в больших городах Одесса, Харьков, набрал какие-то голоса. Поэтому это отдельное видео для зрителей Шария. Так что поделитесь с ними, отправляйте им ссылки. Итак, ну вы знаете, что сейчас ввели санкции против телеканалов Медведчука, ZIG 112 News 1, и там Шарий бьется в конвульсиях, рассказывает ай-яй-яй. А я хочу, чтобы вы посмотрели, что он говорил два года назад. Друзья, два года назад послушайте Толика. В общем, вот, вы посмотрели видео, и теперь знаете, что Толик говорил, что Медведчук кум Путина летает к нему полностью, пророссийский, бла-бла-бла, и вообще, что он никогда, значит, не будет их поддерживать и прочее. А что мы видим сейчас? А сейчас он весь в конвульсиях. Почему? Потому что полтора года назад Шария стали звать на каналы Медведчука, и он начал там рассказывать про плохого Порошенко, про все плохое, про плохую Украину, про всех там радикалов, националистов, пофигистов, гомосексуалистов, я не знаю, там про всех, кто их, значит, мешает вот жить, и кто не вписывается в русский мир, в каком-то их, значит, представлении, и с тех пор он любит, любит Медведчука, любит его каналы, все хорошо. Толик, тебе не стыдно самому? Ну, так вот морочить голову людям в открытую, вообще, за кого ты их считаешь? Наверное, выключаешь там камеру и говоришь, боже, вот эти дебилы сидят и все это слушают, но это просто реальная жесть. Если ты скажешь сейчас, что ты там про свободу слова просто печешься, то у меня вопрос, а что ты молчал, когда там, например, телеканал прямой штормили? Что я не слышал от тебя ничего, я не волновала свобода слова, а тут вот заволновала свобода слова. Ну, в общем, на самом деле, с Толиком абсолютно все понятно. Я вам скажу, что я абсолютно не удивлюсь, если завтра там кто-нибудь в штабе Зе найдет какую-то копеечку, которую начнет отправлять туда, под Барселону, Толику на хамон и вино, то очень скоро Толик скажет, что и Зеленский-то, в общем-то, молодец, молодец. Вот абсолютно не... И он это сделает на голубом глазу. Ребята, те, кто слушают его, ну вот скажите, как вы можете это слушать, вот после того, что я вам, например, сегодня показал. Вот оно, правдивое лицо этого деятеля, а мы будем открывать вам правду. Поэтому подписывайтесь на канал, не забывайте, жмите колокольчик, чтобы ничего не пропускать, потому что сегодня YouTube показывает видео как-то там по своей какой-то новой системе. Чем больше подписок, чем больше колокольчиков, чем больше комментариев, тем скорее люди узнают правду. Все, держим строй, друзья. Привет из Верховной Рады.